добрый день дорогие друзья я приветствую вас и позвольте представить моего дорогого гостя это мой друг капитан первого ранга в мс сша гарри юрий табах привет юрий спасибо что за дорогой друг но я думаю что не такой дорогой умерен да ну дня я понимаю что умерен но я еще не все тебе сказал ты еврей ты по второму образованию аптекарь специалист по ядам то есть если клизму с патефонными бог мед кьюри пожалуйста а также ты сын стоматолога вот да и также я должен озвучить правила американского радио уважаемого американского радио на которой мы выступаем был один президент в соединенных штатах чьим сторонником ты являешься так вот о нем хорошо говорить нельзя то есть он не хороший человек ну говоря по научному редиска говорить о нем хорошо нельзя также его сменщик тоже президент сша о нем он плохо говорить нельзя то есть он хороший человек то есть как там в джентльмен удачи флифия вот то есть вот о нем тоже так говорить нельзя он также он также и честный человек и вообще я больше того тебе скажу вот есть у вас такой странный человек спикер палаты представителей конгресса сша кевин маккарти он заявил что инициирует расследование о возможности импичмента президента так вот он нехороший человек он еще хуже чем ты даже говоришь потому что он также предлагает снять импичмент с того нехорошего президента которого нельзя говорить да потому что он якобы не виноватый что его осудили вот не поднимать куда это годится куда котится этот мир вот за это вас американцев и не любит да юр у меня к тебе маленький но очень большой вопрос почему соединенные штаты после того как есть еще один нехороший человека он москве сидит но его называть можно это владимир владимир владимирович записан в книге жизни на букву x но много в курсе дорогие друзья так вот он раздал икс и грек и какой-то еще секретный высшей математике знак да 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 так вот и на ло заканчивается так вот он раздал басил в одессе 60 тысяч тонн зерна после чего возникает вопрос а почему не одна хорошая личность не пошлет туда парочку эсминцев для того чтобы они сопровождали ну во-первых видимо они не хотят это раз а во-вторых они не могут потому что есть еще одна нехорошая личность которая контролирует босфор и дарданел вот это тоже редискин такой-сякой хотя иногда он хорош чтобы показать свою важность в этом мире а у него есть абсолютно полное право по всем международным правилам и договоренностям он контролирует это так он говорит все военные гуманист все военные корабли могут выходить из черного морского бассейна а вот заходить не могут хотя у него у самого черноморском бассейне и у других стран нато там находятся военные корабли которые могли бы наверное сопровождать украинские эти серновозы звучит неправильно серновозы и зерновозы зерновозы поэтому проблема в том что они наверное не хотят бояться а во-вторых что это решит ну в глобальном смысле ну первых русские там могут все это заминировать и не дай бог еще что-то произошло если они не будут бомбить одессу одессу бомбить нельзя это культовый город это плохой роман но они решили это сделать но ну хорошо несколько сухогрузов уйдет так они отравят колодцы если опять мы с ними договоримся или что-то сделаем чтобы они не травили колодцы они сожгут школу да и зажгут школу они взорвут даму они употопят что-то мы имеем дело юра и ты как израильтянин это знаешь лучше чем кто-либо другой мы имеем дело с террористами мы имеем дело с террористом то есть а симптомы эти лечить давайте корабли будут сопровождать давайте мы проложим путь давайте мы с ними договоримся с этим крокодилом еще как-то по-другому через турцию через марсиян через еще чтобы это все равно это это мы откладывать решать проблему а не симптомы это симптомы этой проблем а проблема это россия той форме в которой она существует поэтому чем раньше мы решим эту проблему тем быстрее мы избавимся от северной кореи от ирана сегодня который тоже угрожаю уже по-серьезному по взрослому угрожает израиль и так далее к северная корея запускают какие-то они видят слабость и малодушие запада и они учились поэтому с этими сухогрузами с этими проходами что но пройдет 10 но 20 ну да будет на на это не решит проблему и как как раз страдают больше всего от этого вот эти вот страны дружеские братские которые завтра или послезавтра собираются на саммите в ленинграде то есть африканские страны это зерно украинское это кормило африку и азии поэтому сейчас сейчас будет угроза голода что мы будем делать поэтому вопрос а потом ну сейчас с этим нехорошим человеком записан в книге жизни на букву x воюют только украина почему нельзя поставить украине дальнобойные ракеты с правом нанесения ударов по территории россии где в такой книге жизни написано что это делать нельзя уже сто пятьсот раз и эрдоган и другие доказали то когда этому гопнику дают табло он затихает почему нельзя поставить украине дальнобойное оружие более того если не хотим поставлять наступательное оружие танки самолеты дальнобойные точечную артиллерию то хотя бы давайте поставим за полтора года пво чтобы хотя бы они не бомбили одессу мирные города сейчас по-моему здесь грохнуло что-то сильно чтобы не больше чтобы не убивали детей женщины и гражданское население в украине у тебя там за окном сполки и что-то мне подсказывает что это не гроза я точно не знаю но неважно у нас ну да поэтому хотя бы чтобы не сидели здесь не тряслись гроза это или она бомбят почему пво мы цивилизованный мир хорошо вы не хотите чтобы наступали на россию или бомбили россию хотя бы закройте небо над украиной но это же варварство это же дикость сегодня в 21 веке наблюдать на убийство нации когда можно это легко предотвратить и конечно же он быть из колен ты говоришь где это написано сегодня написано везде ты говоришь весь ли только украина воюет с россии нет ни только украина и late со analyst получается что соединенные штаты америки европа тоже воюют с россии но получается что они как бы вокруг с россия на стороне россии Internal during 나서 зима сегодня это где он это досконалит, в деталях объясняет, кто сказал, где идут показания, Злачевский дает показания против Байдена, как договоренности шли, ЦРУ уже дает показания, ФБР уже под угрозой Конгресса, что главу ФБР они инконтента в Кортеву посадят, арестуют, выдали документы, что все, что это был договорняк, который вкратце, где они договорились, что Россия не будет ни на кого нападать, кроме Украины, они только оттяпают эту часть Украины себе, как она сделала это с Грузией, и здесь власть поменяется, и Украина будет частью России, но Россия не будет нападать ни на какие другие страны, и претензий ни на какие другие страны не будет иметь, а Запад не примет Украину в НАТО, и Запад не будет сделать так, чтобы Украина и все остальные никаких нападений на Россию, на территории России, включая вот этих оккупированных территорий, не будет производить. Все шло нормально, таким образом сдали Крым, все было хорошо, русские сказали, нас там нет, мы заходим, они взяли Крым, Байден позвонил Турчинову и сказал, не сопротивляться, наш Конгресс, который представляет наш народ, идиот, проголосовали, чтобы дать летальное оружие Украине, на что Байдену на Бану наложили вето. Потом должна была прикинуть, сто процентов пришла бы уже госпожа Клинтон, потому что у нас теперь папа президент, сын президент, муж президент, жена президента, два клана, и все, чин-чинарек. Она приходит, и завершается эта миссия. Ну, тут им на голову свалилось вот это вот исчадие ада, которого говорить нельзя про него, потому что это реальная семья. И он четыре года вмешал им поэтому было сделано абсолютно все возможное, чтобы избавиться от него, любой ценой, они сами любые ценой от него избавятся. Любые фейки закидывать, 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 пока люди во всем это не поверят, и люди поверили, здесь в Украине поверили, и до сих пор верят, и поменять уже это мнение практически невозможно, его изжить. Ну, это то, что мы евреи с тобой, что нам далеко ходить, да? Мы ходим в конце веки и доказываем, что мы не убивали Иисуса Христа. Ну, сжить у нас на костре. Ну, да, за все на евреях найдется судья. За живость, за ум, за сутулость, за то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась. Ну, это понятно. Ну, это к святану, к полковому, пожалуйста. Вот, я даже себе не представляю, кто. И потом они вернулись к этому, и к этому договору и решили закончить это дело. Но к тому времени украинцы, народ украинский, не говорю даже сейчас про власть, и вот этот плохой дядька снял вето с летального оружия украинцев, когда получили джувелины, снайперские винтовки и все остальное. Они продолжали брать. Зато он запретил использовать это в АТО, что тоже брехня, потому что это не он. У нас закон такой, что не имеешь права пользоваться нашим оружием против своего народа на своей территории. Поэтому, ну, видимо, он предвидел, что может быть нападение. И вот они, это мобиль народа. Они здесь как-то организовались, как-то народ похватал оружие и, значит, попел против тех, которые, конечно, тоже были неподготовлены. И вот уже везде это объявляется, что есть такой договорняк. И они до сих пор пытаются этот договорняк привести в силу. Поэтому все делается для того, чтобы сломать Украину. Все делается для того, чтобы сломить дух украинского народа, чтобы они сели за стол переговоров, сдали свои позиции, то есть в то, что сейчас Россия оккупировала, то российское. И поменяют власть здесь, как они это сделали в Грузии на пророссийскую, и все. И все будет прекрасно. Но вот украинский народ какой-то упертый. Самое, конечно же, обидное, это то, что мы, американцы, требуем, чтобы дали оружие, чтобы закрыли небо хотя бы, ходим по коридорам Конгресса. Госпожа Спаркс, такая Конгресс-вуман, этническая украинка, которая самый лучший лоббист, представитель Украины и Украины у нас в Конгрессе, потому что она требовала оружия и хотела отчет перед своими избирателями за деньги, которые сюда присылаются. объявлены здесь врагом. Андрей Николаевич Лорион может выстроить модели экономические, как он это сделал для России, объявлены врагом здесь. Что мы можем сделать? Ну, дети требовать ленд-лист. Юр, ты понимаешь, но это надо вообще не понимать Украину, что в тот же день, когда Зеленский, которого можно называть, он скажет, что я сажусь за стол переговоров с Путиным, в этот же день Зеленского вынесут из его офиса сами украинцы. Поэтому надо действовать другим способом. Поэтому надо продолжать вот это вот вяло текущий пролив крови украинцев, то есть обесточить, то есть изнурить их, избавиться от армии, в смысле, что они будут гибнуть постоянно в этом. И когда они уже выдохнутся, ну, тогда это и дело. Вот это такой план, который, я думаю, они пытаются осуществить. Иначе бы все было в Украине. Все, уже давным-давно разбили российскую армию, выкинули бы их отсюда и перестало это идти этот культ смерти и убийства украинского народа. Но ты, я, вся наша команда, да, мы плывем против течения, мы постоянно боремся с этим. И это тяжело. Мы за это не получаем деньги, нас Сорос не поддерживает, то есть республиканская партия нас не поддерживает, они сами еле-еле себя держат на плаву. мы как-то держимся тоже, но унижение, оскорбление, угрозы, мы тоже держим. Я тебе приведу примеры, да. В Америке у нас сейчас появляется один блогер за другим. И уже статьи много выдают. В Великобритании вышла статья, в Германии вышла статья, какие-то генералы пишут, что украинцы не хотят воевать, они не умеют. Ну как это они идут наступление без, а где поддержка с неба? Они удивляются, а где поддержка с неба? Украина нет поддержки с неба, что? Вы что, сумасшедший? Как вы наступление решили? Вы же не умеете воевать. Это же элементарно. Вот они пишут в немецкой газете, какой-то генерал немецкий, британский, тоже какой-то сумасшедший. В Америке у нас есть, у меня есть программа про скак вырора, скак вырора, который был майором морской пехоты, мы служили с ним в одной организации, у него там прекрасная репутация такая прекрасная выкинули. Оттуда потом его посадили чуть-чуть за педофилию, отмотал три года, по-моему, немножко педофил. И есть у нас такой полковник МакГрегор, они по несколько программ в день выпускают, а еще много других, про военных, они рассказывают, какие украинцы тупые, как они не умеют воевать, как они уже проиграли все. А вот русские, вот это вот, воины, они понятны. Так я тебе больше скажу, извини, перебиваю. Я в силу своей работы, я вынужден мониторить российские паблики. Скотт Риттер там не сходит, у него индекс цитирования, наверное, на уровне Соловьева. Миллионы, миллионы, если ты посмотришь отзывы, как меня боты налетели, как они делали все, чтобы эта программа не вышла. Я рассказываю про него, что я знаю про него. Миллионы, кстати, его кто-то спонсирует, у него ролики красавцы, а это не мои, вот на айфоне я сижу что-то там катаюсь вякор. Мало того, спорта спорта в нашем конгрессе реально, включит на главу ФБ и говорит, вы вообще разведчики или кто? У вас в одном докладе пишите вы, что в СБУ много агентов ФСБ, очень много агентов ФСБ. В том же докладе вы пишите, что СБУ вам передает имена каналов, блогеров, журналистов, которые не благонадежны в Украине. Вы это передаете в соцсети, а они в кафе. И погасили два канала от Госдепа. Они антиукраинские и пророссийские включают. А таких, как Скатруйер и таких, как Бэгрегор, они проскакивали. Я думал еще, я не понимал, я злился на журналистов украинских, я не понимал, почему мой канал, ну, год не движется, не туда, ничего, опять подписалось. Ну, то же самое. Четыре, да. Но после этого выступления и после того, как судья приказал ФБ не входить в контакт со соцсетями американскими и не цензурировать никого, вдруг на меня за последние, там, с тех пор прошло, 10 дней, написалось, что 8 тысяч подписчиков, и у меня некоторые просмотры там, такого никогда не было, да, значит, значит, что-то произошло тут, не может быть, что я в один день проснулся и стал популярным. Гений, все, оказывается, осознали, что я гениально, все стали бежать и подписываться на меня. Ты знаешь, что творится у нас, банановая республика, самое обидное, это то, что против тебя действуют сами же украинцы. Получается. А Скотт Рейдер и Макгрегор зеленый свет. Давайте прием с вами. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Скажите, Юра, капитан, пожалуйста, как вы оцениваете деятельность выездной путинской идеологической командой, которая находится у вас там в Украине, я имею в виду Пьянковского, Киселева и так далее, которые не замечают связь между Путиным и нашей демпартией США, вместе с тем они педалируют этим на Трампа. Спасибо. Пьянковский, он не здесь, он не в Украине, он находится в Вашингтоне. Как раз закончить о том, что мы говорили с Юрием про нашу команду, которая по воскресеньям выходит на митинги перед Белым домом с Диаспорой Юэта организовывает с Богданом Боровец, это этнические украинцы, к ним присоединяются там многие разные люди, и при этом мы теперь видим, что то, что они говорили, во что я в принципе не так сильно верил, наверное, или мне нужны были какие-то доказательства, что оказывается к ним правда подходили, говорили, и говорили, не надо, не требуйте ленд-лиса, это не нужно, Украине это не надо, то есть подрывали эту деятельность, и когда там Андрей Николаевич Ларионов всегда приходил, тоже это поддерживал, значит, мы там никогда не видели Швеция, он не приходил, но это высшее его достоинство, майор КББ, сами понимаете, важные дела, ну и там вот этого полковника Пинковского, ну, полковника Пинковского очень занят, потому что он координирует дела ЦРУ, Масадов, ПБР, Пентагона, он должен, ну, постоянно корректировать действия Валеры, ну, он знает, хотя, он зовут Валера, и Марка, он очень, не может поддерживать такие вещи, ну, сейчас они очень голоснованы, что да, их надурили, понимаете, это просто хай-пажоры, которые никогда не забывают ставки лайки, колокольчики, сердечки, потому что это деньги, и, и да, почему-то, по какой-то причине, только по всем каналам Украины крутят вот этих вот хороших русских, КГБшников, но вы никогда не видели там сержанта Азаркина, Андрея, который служил здесь, у него бизнес, и того же, Элю Барского, который построил огромный вид в Соединенных Штатах Америки, но это Павла Дарьна Боя, Юру Дашевского, который у нас тоже избирался, иногда Борю Пинхуса они запустят, ну, потому что он интеллигентный человек, он политик, он любит, он не любит говорить вещи, которые людям неприятны, для этого они меня имеют, таким образом, значит, но тоже не часто. И это понятно, что это все работает против Украины. Тот же Фейгин, опять же, посмотрите на репутацию того же Фейгина, кем он был, что он делал, ни на одна, ни одно приличное издание его не пригласили. И вы никого из этих людей никогда не видели на одном англоязычном канале. А вот здесь, в Украине, они чрезвычайно популярны, ну, потому что тещит, думаю, там целый букет, одно, да, много предателей, много пророссийских выдвижений здесь, во-вторых, эти каналы существуют на наши вот эти пакеты, поэтому они говорят, ленд-лист не нужен, продолжайте давать нам пакеты, потому что эти же программы, эти же каналы, они финансируются из этих пакетов, но и Сорос не забывают помогают им, поэтому, конечно же, это действует, я считаю, во вред Украины, и во многих случаях я считаю, что это криминально, что это преступление против украинцев, против человечества, потому что они дезинформируют, они вводят людей в заблуждение, и они люди из-за этого гибнут и страдают, поэтому я надеюсь, что в один прекрасный день им придется ответить, но мы все отвечаем за свои поступки, если шофер, водитель просто сбил человека, даже не намеренно он его сбил, проехал на красный сервис, он отвечает за это, если парикмахер вам порезал ухо, он отвечает за это, я уже не говорю о враче, о враче, о юристе, о офицере, о артиллеристе, который промазал и ударил по своим, будет трибунал его ждет, а летчик, который с работы уволит, еще что-то сделал, только вот эти вот у нас, вот эти всезнающие, все имеющие, они за что отвечают, один подполковник святат, из чего стоят, со своими антисемитскими вот в этом плане, Юр, извини, я тебя перебью, я хочу просто дополнить, это, я уже на протяжении более чем года наблюдаю и занимался исследованиями этого, это идет мощнейшая информационно-психологическая спецоперация, авторы которой сидят в Кремле, цель этой операции, вот то, о чем я сейчас говорю, и то, на чем я Юру сейчас перебил, цель поссорить Украину с Израилем, это мощнейшая спецоперация, но я скажу за себя, пока идет война, я не буду педалировать эту тему, как только эту саранчу российскую вышвырнут границам 91-го года, я это не забуду, материала у меня накоплено много, и я подниму этот вопрос, причем там будут немаленькие люди. Юр, смотри, никто из нас на это не пойдет, взрослые люди, мы понимаем, что украинский народ, он страдает, это идиоты или не идиоты, или эти продажные мрази, они, кстати, ты не помнишь, они нас обвиняли, когда мы требовали Лендис, они нас всех обвиняли в том, что мы хотим поссорить Украину с Соединенными Штатами Америки. Было такое. Ура. Теперь они за это не переживают, ну, дружите, продолжайте дружить, не хотите ссориться с Соединенными Штатами Америки. Но я тебе говорю, мне, до того, как ты меня перебил, я тебя потом перебил, до того, как, вот, в голову мне это не может лезть, вот, я сижу и вот думаю, вот, я представляю в Америке, выходит какой-то подполковник, у нас нет таких подполковников, понимаешь, у нас нет подполковника, инструктора полета, у нас капитан, там, авиации, может быть, и подполковник, это уже командир, там, всей этой школы, которая обучает пилота. Но здесь он инструктор, какой-то непонятный инструктор, чего, полет, какого полета, как попал, как он вышел, Юлия Латынина почему-то все это разлила, как огромное геройство и всего этого, зачем она это сделала. Я с ним по этому поводу говорил, пытался ей объяснить что-то, но это бессмут, это хайп. Вот он, герой, вот он знает, о чем он говорит, хотя он несет чушь собачью. И вот такой вот человек появляется в Америке на всех главных каналах, CNN, Fox News, Newsmax, на всех каналах, и говорит такую вещь, что наши проблемы, это явно наши проблемы, это мое, не знаю, мое мнение, что все наши проблемы, США, экономические проблемы, бандитизм на улицах, все из-за на М. Я даже не могу себе представить, что он не сможет закончить предложение, как от него избавиться, как от чумы, и больше нигде его никогда не увидите. Так вот, вот, квинтэссенция этого. То, что один идиот попался, это черт с ним, возникает вопрос. А почему его пиарят 24 канал, 5,5 миллионов подписчиков, почему его пиарят политиков онлайн, почему они это делают? Почему? Я не называю высокопоставленных лиц Украины и я говорю, до момента победы я буду на эту тему молчать. Потом я молчать не буду. Юр, я тебе говорю, что в Америке, если представить, или в Израиле, если представить, в любой цивилизованной стране этого человека бы, о нем пытались бы все сделать, не власти, общество, пытались бы сделать все, чтобы о нем забыли, чтобы, не дай бог, этот, 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 червяк, этот, персонаж, персонаж, давай мы будем полить корректно, персонаж, этот кусок дерьма, вы где-нибудь еще в эфире, в каком-нибудь, даже в самом задрипанном, в любом цивилизованном обществе, здесь почему-то ему аплодируют многие, я даже этого понятнее, объяснить этого не могу, объяснить, ладно, если бы он был какой-то там гений, или этот был антисемитом, который вот был физик, который сидел весь скрученный в этом, он иногда имел антисемитские высказы, но он был гений, Боткин, Боткин, Боткин был гений, его нельзя было разотвыть, потом он был, ну, покалеченным, его бог и так уже, значит, наказал, еврейский бог, а может христианский, я не знаю, но его что-то наказал, но боги, но этого дебилу, который дезинформирует украинское обзор, который вообще ничего не понимает, о чем он не смотрит, он рассказывает полет крыла, расхват, полет самолета, какая там ракета, можно ли, ну, то, что он вычитал векопедии, я точно такой же знаток авиации, как он, но он еще говорит о подводных лодках, космических кораблях, о артиллерии, о Синдинпине, о Малайзии, о Тайване, о Израиле, ну, о Израиле, понятно, он говорит, он большой специалист в Израиле, что я тебе могу сказать. Юра, к чести украинского общества я обязан сказать, что на всех каналах, где он несет вот эту антисемитскую мерзость, сами украинцы его кроют и кроют серьезно. Еще раз, этот персонаж не может бросать тень на украинское общество. Это не Украина. Это не Украина. Меня не он напрягает, а то, что ему дают слово. несмотря на то, что идут от этих каналов после эфиров с ним массовые отписки, после того, как там в вагон дизлайков, после того, как там люди пишут, украинцы пишут, «Да ты че несешь?» Все равно его приглашают. Во-первых, он говорит неправду. Он опять знает этот еврейский заговор, что Израиль договорился с Америкой, с Россией, чтобы Америка не давала Ф-16 Украине, потому что если они дадут, то Россия получит СУ-25, потому что Иран получит СУ-25 от России, а Израиль этого не хочет. Чушь собачья, ну у меня летчики, настоящие летчики, никак он в семье морские летчики, они говорят, ну чушь собачья, чушь собачья, потому что во-первых, СУ-25 в Иране уже есть, давно есть, во-вторых, СУ-25 против Ф-16, да, если там нет израильской электроники, то да, но СУ-25 и СУ-20 ничего против Ф-22 и 35 сделать не может. Ну ничего, и против израильской ПВО тоже. Это кусок говна, такого же, как и света, или как-то сказать, персонаж. Персонаж, персонаж. Давай мы будем политкорректными. Не, ну раньше я не политкорректный, супер, наверное, политкорректные отрудные слова. Они ничего сделать не смогут. Так при чем, какой тут договор, какой тут царь, что он несет? Или Израиль не дал железный купол. Есть, он что, генштаб, что с ним, залужный, буданов, они с ним советуются, он их советник, Юлия Латынина, вы слышите? Откуда он знает, что нужно? Украине есть список, агент штаба, что необходимо Украине для наступления, для обороны, для ПВО, какой дальности, что, сколько, все эти списки есть, они открыты. Там железный купол находится? Нет. Нет его там. Там есть патриоты. Железного купола нет. С чего он взял? Что из-за не обязаны выдавать ли вообще? Он нужен Украине. Он что в этом понимает, Юля? Что вы выставили? Что вы вынесли в этот кусок дерьма? Персонаж? Персонаж. Персонаж. Юр, а у меня вот такой вопрос. Извини меня, а зачем Путин нужен Западу? Почему с ним носятся уже за минувшие 17 месяцев, уже даже слепому видно, что не применит он ядерное оружие, что это трус и дурак? Данный персонаж, записанный в книге жизни на букву из трус и дурак, зачем он нужен Запад? Почему с ним носятся? Я с тобой не соглашусь, он уже дурак. Он не дурак. Он далеко не дурак. И с Пригожиным это не дурость. Что он проделал? Я не Пригожиным. С этим договорником, со всем с этим, он всех уделал. Он всех уделал. Он не дурак. Он далеко не дурак. Он параноик. Он больной. Но не дурак. И все это он сделал в сговоре. Все он делал скоординированно, поэтому Багин сказал, послание послал в Украину, поэтому забрал наш флот из Черного моря, поэтому войска снял санкции, повысил цены на нефть, убрал наше посольство, мы даже из Афгана не убрали посольство, потому что в 41-м году от Москвы не забрали посольство, и все последовали за нами. Бросил всех, скажу такую вещь, я этого раньше не говорил, мы никогда этого не делали, такого предательства никогда не было, включая Афганистан. Мне ребята из посольства звонили, местные работники, люди, которые работали, местные украинцы, которые работали у нас в посольстве. Это были уборщики, это были охраны, это были телефонные операторы, и мы всегда к ним относились как к нашей семье. И когда наше посольство откуда-то эвакуировалось, мы никогда их не оставляли, мы забирали их с собой. У них было такое право. Первый раз, все, что я знаю за историю. Эти ребята мне звонили, сказали, нас посольство здесь оставило. То есть, если бы русские пришли в Киев и взяли этих людей, это то же самое, как и в Афганистане, когда байканская администрация передала списки афганцев, которые с нами сотрудничали. И я тогда набрался смелости, потому что я знал одного человека в Госдепе, очень хороший человек, хоть и дипломат, большой дипломат, посол. И когда-то он мне прикрыл мульт-офис. Я ему позвонил, я ему спросил, что творится? Он говорит, я знаю, мы над этим работаем. Это мы сделали, это недостойно Америки. И что-то, ну, потом русские отошли. Говорю, ну, с посольства этих обратно. Какие ребята мне говорили, они даже нам денег не оставили, чтобы там эвакуировать нас во Львов или еще куда-то. Мы в Киеве сидим с семьей. Не знаем, что делать, там страшно. Я тогда находился в Киеве тоже. Я вот начал тогда звонить. Но я об этом никогда не говорил. Все я не хотел выставлять. Но сегодня, когда все это уже всплыло, когда уже это видно, что это предательство Белого дома и администрации Байкана, а эти все говорящие головы раньше, они говорят, Байден нас спас, ему надо улицу назвать, ему надо памятник ему ставить. А теперь они говорят, нас Америка предала, нас Америка кинула. Спасал их Байкану все это дело, а кинула их Америка. Вот я, ты, Богдан Боровец, там, Розаркин, Андрей Николаевич, вся эта, Павел Дальнобой, Юра Дашевский, наш друг, Боря Пинкус. Мы их, оказывается, мы их предали. Знаешь, как они получаются? Байден их спасал, все удавал им, больше, чем нужно им давал, а предали мы. Юр, но все-таки, ты понимаешь, ну не может эта ситуация вечно продолжаться. Ну, рано или поздно должно, должен же наступить конец. Почему? Ты же сказал, не может. Мы с тобой скитались 2000 лет. 2000 лет мы с тобой скитались, Юра. Мы лично, наши предки, но скитались. И занесло нас в Советский Союз. Это счастье. Моя мама говорила, что счастье – это родиться в Советском Союзе, а несчастье – это иметь такое счастье. Ага, логично. Не, ну правильно. Что я могу сказать? Юр, но в заключении у нас буквально пять минут остается, поэтому у меня вопрос такой. Памятник. Полковнику никто не пишет. Кто нам не звонит? Ну, это не страшно. Я задам вопрос. Юр, скажи, пожалуйста, но все-таки есть шанс переломить эту ситуацию, чтобы поставили, наконец, оружие, ленд-лис Украине, а не те крохи? Юр, шанс всегда есть. Но это, опять же, зависит от нас. Зависит от украинских властей. Украинские власти зависят от украинского общества. Это зависит от наших властей. Наших властей зависит это от нашего общества. Я могу сказать только одно. Я не люблю говорить до того, как это что-то случилось. Но наши с тобой, наши команды, мы были озабочены тем, что ленд-лис не проблема. Потому что они скажут, слушайте, полтора года он был, им не пользовались, ничего по этому поводу не сделал. Зачем его продлевать? Тратить деньги, тратить время. Если опять им пользоваться не будут. Но благодаря Юре по-дайному, благодаря Богдану Боровцу, благодаря Диаспоры, благодаря нам, которые поддерживали это, они ходили по коридорам Конгресса, объясняли, потому что, опять же, у Конгрессменов свои проблемы. У них налоги, у них дороги, у них госпиталя. Они отвечают своим избирателям. Благодаря Конгрессменше Congresswoman Спарс Виктории, имя такая Виктория, мне нравится Виктория Победа. И благодаря ей, хотя, я думаю, ей было неприятно слышать, что она враг Украины, которая сделала так много. похоже, что будет предложено продлить land lease, продлить этот закон еще. Потому что первоначально он был написан, что land lease должен, закон действовать до конца перемоги, до конца, пока не будет полной и окончательной победы с врагом. но у нас есть такой сенатор, такой шеф блоган шеф он поменял и сказал только до конца финансового 23 финансового года. Поэтому он сейчас заканчивается. Это тот же самый сенатор, я напомню, который начал импичмент Трампа, который доказывал все время, что Трамп это агент Москвы, и сколько бы расследований не было, он продолжал, настаивал на это, сейчас его аж штрафовали и многие хотели, чтобы он вообще покинул Сенат, но так как он избирательная фигура из очень демократического штата, это сложно, но его аж штрафовали довольно-таки серьезно за то, что он знал, зная, что это все фейк, что стил досье фейк, что много всего этого фейка против Трампа, он все равно настаивал на импичмент, все равно настаивал на негричь, что и произошло, поэтому его штрафовали, сейчас предложение снять импичмент с Трампа, потому что он, но теперь против него там криминальные эти все действия в любом, любом, любым способом, любым, поэтому шанс всегда есть, но опять же он зависит от нас, шанс всегда есть, Украина, мы не будем тут кривить душой в чрезвычайно тяжелой сейчас ситуации, чрезвычайно тяжелой ситуации, они теперь поняли, как их киданули, как их подставили, и теперь некоторые даже говорят, вот Эларион, в Табах, там, их вот это, их свора, может быть, они были правы, самым, может быть, никогда, но всегда они трамписты, поэтому они правы не могут быть, и все, ну, евреи, евреи, ну, евреи, может быть, ну, понятно, ну, замени слово трампист на евреи, или еще на хуже слово, и вот, без святан готовый, который это все преподносит, все это мы проходили тысячи лет, и ничего так сильно не изменилось, поэтому сейчас, ничего, Юр, я прошу прощения, у нас буквально 30 секунд осталось, поэтому надо сказать самое главное, разон до перемоги, слава Украине, слава, Юр, спасибо огромное за интереснейшую беседу, Толя, спасибо огромное, и до встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok